Вот говорят, когда я кушаю, никого не слушаю. Или когда я ем, я глухый мем. Ну и дурак. А некоторые, когда не едят, и глухие не едят. Не, ну это тогда, это не страшно. С чем гордиться? Не, не, дурак, что не слушаешь, потому что получше послушай. Тебе со всех уже этих, радиоточек, со всех СМИ намекают. А ты не слушаешь, только ешь. А знаешь, что ты ешь? Вот, потому что человек... Говорят, венец, свинец. Венец, свинец. Человек-синец природы. Свинец природы, да. Под слово свинья. Ну ты-то так не говори. Ну а что? Ну не говори так, не все. Надо открыть глаза. Не, ну не все такие, не говори. Вот говорят, надо открыть глаза. А знаете, что многим надо открыть, и что, и протереть. Потому что открыть мало. Пелена-то остается. Пелена-то. Пелена-то, да. Вот, глядя, вот сегодня глядя в зеркало с утра, я посмотрел и решил, что... Я пелена-то. Что человек это... Ну не венец. Ну он что может говорить? Ну не со... Человек, он как полынь. Хотя... Горкий. Грязный. Нет, ну что ты так уже про всех? Про всех так не надо говорить. Я про себя. Про себя, что хочу, только варку. Так надо говорить я, как полынь. Разные горки, а не человек. Вот ты и сказал. Ладно. Готани, вот, что нам рассказали. Мы вот как нам рассказали, так мы вам расскажем. Ничего не соврали. Сами верьте, что хотите. Вы думайте, что хотите. Выводы какие хотите делайте. Нам все равно по большому что-то. В одной военной части, они, когда еще при этом были, приотчепили, у них там непонятно что-то. В апреле. В апреле, да. У них там все засекретено было. Под папками секретно лежало все. А сейчас там ракеты. Они придумывали еду. Чтобы было... Еду. Чтобы на войне было... Они не только еду придумывали. Еду. Они вообще всякую фигню придумывали. У них было... Они по еде специализировали. Ага. Чтобы солдатам было быстро поесть и сделать. Потому что самая главная беда... А мотоцикл, который Северное Сияние показывал, по еде тоже? По еде. По еде. И... И... Потому что самой Суворову, говорю, нету... Страш... А, голодный солдат не боец. Страшнее солдата нету, который не съел, как лет. Да, и поэтому они придумывали... Походные кухни, эти очень долго делались. Они делали такую... Ну, они не только хорошие. Они же делали всякие с бактериями для врагов тоже. Нет, так они для себя делали. Это ж от них пошла. Это картошка, которую водой заливаешь. И как бы она сразу получалась пире. Ну да. Вот. Потом эти рмишель шираки. Они придумали тоже, чтобы водой заливаешь. А она, рмишель, сама разрасталась. А вы под полицию, она горит, как порох. Да. Когда вам взяли. Вот. Это, ну, потому что можно было по-разному. И для военных целей. Вот. И патроны добавлять. И они сделали... Этот... Милитарный фарш. Да. Они... Они туда добавили каких-то стволовых клеток. Да. Как они говорили. Стволовых? Да. И они хотели, чтобы... Вот говорят, потом реклама же пошла. Пельмени самолетные. Но... Котлеты самолетные. Этот человек так уже облинивший. Вот. А этих солдатам надо было. Им, чтобы... А они не винились. Времени просто не было. Вот. И они сами себя лепили. Да. Эти пельмени, этот фарш, его как запрограммировали. И он сам соберет... Лепит, лепит. Лепит, лепит. Когда слепит большой кусочек, то тогда начинает делать... Ну, кусман там такой вот шар. А он начинает делать чес тоже. Сам яйца разбивает. Да. Ну, его даже был специальный порошок. Компаде невысокий, как говорится. Ну, интересно наблюдать. Не, а у них там была такая штука, туда только снега надо добавить, и как бы на солнышке постояло. И вот тебе уже готово... Нет, там еще серебряное сыпали плюхом. Да, а он от себя отделяется кусочек этого фарша, поваляется, поваляется, а вокруг его уже и то чешка. И вот такие вот пельмени. Да. И потом скачется в воду кипяток, и все. Нет, даже не в воду кипяток, а некоторые сыры можно было сразу потреблять. Потому что и он фарш на солнышке загорал. Да. И были как жареные пельмени такие. Вот, эти самолетные. А они пошли дальше, эти пельмени. Они стали между собой там совершенствоваться внутри. Они начали там генетически размножаться как-то и прогрессировать. А они, короче, перестали в желудках раствораться. А они что делали? Ты их жрешь. Они вкусные на самом деле. Ты их жрешь. Они там у тебя лежат тихенько. А потом они... Ночью. Да. А у одного солдата была пилочка для ногтей. Он ее проглотил, хотел закосить. А они пельмени нашли, и ему в пупе проделали дырку. Это, которые солдаты чесели. Они дырку проделали. Да. И эти пельмени вышли, и у других солдатов тоже... А чем по кишке просто полезли назад? Не, ну так они были манючие, и с ними не водили еще. Поэтому они же были... Пельмени, они очень чистоплотные. Вот у них вот это было особенное. Это у них, так сказать, внутренне. Поэтому они не выживали, кто туда лез. Ты знаешь, сколько у человека эта кишка? У некоторых до 12 метров. Которые задыхались там. Поэтому чепра этой пилочкой некоторых еще освободили. Особенно самых брали этих, джембелей. Потому что у них больше еще пельменей было. Да. И они пилочкой проделали, а они по ночам вылазили, собирались. Обои жрали эти пельмени. Да, они ели... И плинтуса. Потому что они не бумагу любили, а они любили эту краску. Она была, это крыл был. Какой-то очень... И от этого крыла у них мозг стал развиваться. Да, и они... А они стали общаться. А они в районе части начали размножаться. Ховались, а они в канализации. У люков всякие. Многие думали, что крысы, поэтому не боролись. Потому что с крысами же бесполезно. А это пельмени были. А потом какой-то магнитный катаклизм был. Да, сыпали крыси на траву. А пельмени эти только и подавают от травы. А их возили только от травы. Да, а потом стали и ношеные пропадать. И порчанки. А потом стали уже и солдаты пропадать. Да, а потом... И оказалось, что это пельмени их. Ну, а ночью однажды вылетела... А они испытали. Ночью однажды вылетела ракета из шахты. Полетела, повисла в воздухе. И упала назад, и все подзарвало. А потом, как выяснилось, комиссии, помнишь, там проезжали. Оказывается, пельмени запустили. Земля-земля ракету. А они нечаянно нажали. Они специально. А они слиплись. Специально. Чего они специально? Они уже хотели разрастить, и у них там были... Они научились уже делать пирамидки. Они хотели на эстраду уже выходить. Что ты придумываешь? Они слиплись, когда солнце прогрело. А они нечаянно задели эту кнопку. Земля-земля. Не, ну откуда они были? Уже пельмени ракеты запускали. Ты думаешь, повары? А чего? А мы, скричи, меня-то нажрались. Ну, заделками подсекали в туалете в соседнем деревне. Ну, это может быть. Это, конечно... Вот это уровень... Да, так что, ракету запусти сложно натыкнуть на кнопочку. Не, ну подсекать и я не дурак. Ну, а ракету не запущу. А они ж пельмени, они ж не ты. Ой. Ну, короче, нету их сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok